бизнес-зал рублев старты бывают разные одни из дома одни из аэропорта вот сегодня стартуем бизнес-зал рублев я уже забыл как он называется вот стартуем сегодня отсюда так как прилетели из питера 4 часа здесь поспали и вылетаем город 5 игорск летим минеральные воды а оттуда уже на машине сом 4 часа это как как уже как здрасте влад уже не выдерживает ослабленный организм энергетиками до чипсами все страшно потерпеть вот он все идем на посадочку идем на посадку я что подумал хочу поделиться с вами такой мыслью наблюдением за 15 лет своих перелетов в бизнес-классе можно увидеть всякие музыкальные группы там танцоров юмористов очень много ведущих я ни разу за 15 лет ребята я ни разу не видел бизнес-зале да вообще в аэропорту я ни разу не встречал знаете кого из артистов фокусника ни разу не видел а так со всеми по встречался с ведущими с пародистами с юмористами с танцорами с певцами там ну всех жанров всех жанров спортсменов сколько встречал боксеры там тайквондисты даже шахматиста встречал и бильярдиста юра тебе привет он знает кому я говорю чемпион мира между прочим уникальный человек для нашей страны его надо как беречь как юнеско потому что понимаете что в бильярде обыграть весь мир это это я не знаю как какая должна быть у него там голове вот эти все хитросплетения мозговых линий чтобы весь мир народу опять полно вчера полно все либо второй день живем в аэропорту вроде завтра будет третий день все для вас до новой встречи открывая посадка аварийные выходы и проходы салона должны быть свободными от ручной плат здесь же перегородочкой у меня пространство сзади в рядах аварийных выходов на этапах взлета и посадки он верит вас лета запрещено употребление принесенных с собой алкогольных напитков и курения в том числе влад горит босс я люблю летать и задействие да и вот он там я поближе к людям меня всегда удивляло для кого они говорят вот этим английским языком если наши люди не знают английский язык вообще я например знаю английский на уровне таксиста в дубае это пакистанского таксиста хотя бы на ломаном английском говорили тогда было бы понять и очень громко либо это просто я не выспался спали сегодня я напоминаю четыре часа мы улетели из москвы в питер выступили ребята нас долго не отпускали опять же на мероприятие просили еще 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 улетели в москву там четыре часа поспали пересадка и на минеральные воды а с минеральных вод уже нам на машине поедем вот так вот до встречи в пятигорске город минеральные воды прилетели пустой аэропорт а пустой потому что привезли только вид пассажиров сейчас влад притащить хоть раз вам показать аэропорт когда дорогу здесь нету вообще три человека которые со мной прилетели и все глаза даже камеры не вижу усталость накатывается сейчас отоспимся аэропорт города хотел сказать и сундуки минеральные воды недавно здесь были недавно я тут танцевал с котом каким-то этот такой плюшевый медведь что ли уши заложила три часа с половиной летели но сейчас мы челюстью пошевелим покушаем все отойдет ждем когда уже будем летать в новом аэропорту минеральные воды где-то тут наш mercedes где-то mercedes у нас в класс какой-то должен подъехать пойдем наверно туда ну давай тут станет все загружаем все загружаемся мерседесик приехал программа стабильно помещаемся гостиница рио гостиница рио я вообще не добавили рио дежитомер а рио и синтуки точно да ребята посмотрите картины вообще лепнина я вот зашел я сначала подумал что это просто 3d нифига подобным каждый корешок смотрите каждый волосок каждый вот платится птички все вылеплено просто я думал что это 3d посмотрите сколько сверху резнины лепнины и это только всего лишь холл холл а номер я вам покажу уже в номере розы пожалуйста где вы в гостинице видели букет роз живых живые розы реально живые обалдеть не серьезно там тоже цветы а запах ребята тоже не перед вами если кто-то был в дубае где-нибудь там в хорошем отеле прям запах такой дубайский наверно они у нас заработали у нас спрятано 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 под бархатом спрятано еще и смотрите как все вырезано нет это выше то это выше то нету такого страшного скелета как везде в гостинице стоят страшные чемоданы как мой например и вот такие страшные мои чемоданы прячется под таким чехольчиком и аккуратно тебе доносит в номер все класс мрамор свежо хорошо дорогие друзья смотрите какой лифт представляете лифты сразу сразу с блондинкой да вот это нам повезло представляете в одном лифте ехать обалдеть вот это красотища я хотел вам ребята рассказать про лифт но увидел в лифте елену и и все понимаете у меня сразу словарный запас закончился вы посмотрите как у нее рост практически это нам специально чтобы мы комплексовали коротышки но мы не комплексуем да до встречи на мероприятии стоп а мне дальше ты куда пошел какой-то это четвертый это мой влад как всегда меня и либо не в тот самолет посадят либо не на том этаже высадит это сюда 0 действительно ребята красивые увидите уже да там это как не хочу напоминать вам как в психушке мягкие затем а где-то до диван просто диван взяли если переберешь немножко то можно ночью не повредить все наш этаж ребята сейчас я вам покажу о тут даже даже лена говорит о видавши о действительно офигеть картины на посмотри какой-то 42 смотрите картины какие обалдеть это опять же все это вам видно это все резнина да до свидания до встречи на мероприятии смотрите обалдеть класс а теперь покажу вам номер номер 42 ого-го ё-моё вот это да это я удачно зашел как говорится сейчас влад свет включит включи светло я вам сейчас сниму этот номер помедленнее вам сниму его вот так вы посмотрите шкаф все резное все песное вообще просто вырезана из дерева на шкафу все каждый уголок вот это номер всем привет чтоб я так жил как говорится да но это 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 гостиная это спальня вот спальника ну спальника так скромненько но зато вид очень красивый на колесо обозрение выходим на балкончик покажу о вот это да это матчи здесь проходят класс обалдеть обалдеть это еще не обалдеть влатам что-то накопал еще мне нужно снять да мы никогда не снимаем туалет ребята но влад говорит надо снять туалет сейчас посмотрим чем там но начнем мамами ё-моё овощи вы посмотрите какие эти умывалочки ребята туда даже не к столу будет сказано сморкнуть страшно офигеть джакузька джакузька так хорошее кстати мощно мощная потому что некоторых номерах джакузи залазишь она вся скрипит и и шатается да конечно вот это смотрите царский царский да тут даже слив музыкальный нажал на кнопку и окно открылось два туалета где вторую туалет ребят это гостевое да когда тут бухаешь чтоб тебе там не никто не не насорил у 2 до тупик такой по стране как в обычный гостишечка а тут ничего личного ребята посмотрите какая мусорка смотри обалдеть красота мой чемоданчик тут конечно не вписывается в этот интерьерчик ну что вам скажу впечатлен впечатлен я уже перестал удивляться гостиницам потому что когда давно еще в дубайских номерах когда жил это классная энергетика это хорошая прям может потому что я вырос на стадионе ребята сначала бегаешь тут прыгаешь там либо футбол либо просто круги нарезаешь на стадионе после тренировки у нас там был продуктовый магазинчик рядышком и мы садились на лавочке народу постоянно раньше бегала много очень на стадионе народа сейчас почему-то мало на стадионах и мы садились вот так на скамеечке с пацанами и пили пиво просто пивасик чё нам было там лет по 16 17 такие вот так же вот бегали бегали вот как вам вдалеке пацаны гоняют а потом пивчанского и сидишь там трещишь что-то голодные но пиво это ешь пьешь то чипсов наше время не было там какие-то были сухарики сухарики ель да ой люстрочку я мне показал вот она красивая листа ну вы представляете какое будет мероприятие если вы видите вот такую всю красоту сегодня выступали в шикарном месте город пятигорск комплекс сейчас я вам нас к сейчас вам скажу как он называется потому что сегодня у нас бывает бывают такие моменты когда мы с владом сидим гримерки там чешем языками и вдруг слышим встречайте сергей лесопад сегодня было такое же почти окошечки кормят видишь блюдце какой-то сегодня было почти такое же такое же как его сказать такой же сюжет такой же сюжет сегодня был также мы только забежали и нам говорят быстрее быстрее вас объявляют это да какой-то как замок сейчас мы прочитаем плаза какой-то плаза понтус понтус плаза встречайте смотрите сама звезда к нам спускается смотрите сама звезда спускается вы даже не знаете кто это посмотрите посмотрите поближе давайте подойдем это же инна маликова я в машине слушаю всегда да ваши службы чего я я и лайкаю больше чем она себя на меня пост не успеет выходе да я думаю кто чей лайк у меня впереди все время идет а водка меня обережает в столешка да я думаю кто-то один уже поставил думаете блин кто что мне спит кто я-то сижу ловлю ее а тут раз ты все все пока хорошего тебе выступления давай хорошо целуем тебя пока 7 до свидания давай носом будет хороший контент ребята это этот о какой полнолуние но наверное не будет видно если влад вот сюда отойдешь смотри смотри его вот прям щелочку там видишь видно луна какая видно да ребята нарядные веселые хорошие короче название понтос плаза понтос плаза какое-то греческое название здесь тебе и спа ну сейчас хорошо так свежо а я кстати знаете мне многие спрашивают а почему ты дом продал не живешь доме ребята я думал в доме будешь высыпаться но собаки начинают лаять в 4 часа утра и у всех соседей были собаки у всех даже я себе завел собаку овчарку на зло им она она вы представляете не знаю какая лапша она эта собака моя лапша она даже не гавкала а просто просто не гавкала и все там но мощная собака была фотографии где-то есть у меня на сайте вот тоже сделано под греческой по газонам не ходить стоп обратно я одной ногой пятихатка на пятихатку попал в ресторе камеры может это есть вот такие клёны я хотел себя посадить у меня вот я листопад и у меня почему-то всеми все ассоциируют с листиком именно с кленовым листом вот такие клёны сажал но почему-то у меня в подмосковье они не прижились я купил дом на территории бывшего кирпичного завода и там глина короче кирпич вот этот все вот отходы я же не знал это мы всегда первый дом всегда покупаешь с огромными подводными камнями ну так же я я тоже когда строил дом и строили у прям с болота практически построили огромный дом вот на вот такой он величины был домик и когда строил мне все говорят зачем зачем тебе такое гигантомания а у меня в мозгу было как я в связи всех родственников там раздам каждому по комнате ну и когда построил родственники все разбежались дети тоже убежали и мы женой остались что ну да так так можно и инфаркт получить давайте вам покажем сейчас еще мероприятие вот с той стороны сель хоз а это банк здесь банк банк вот тут было мероприятие днем это какие-то дома отдыха наверное пойдем к фуршетному столу попить не хочешь компотику пока рядом огромный экранчик красивый цветочки лимонадику больше лет здрасте звоню водителю который должен отвезти на свой аэропорт а все да сергей добрый день да добро там мы на 830 а хорошо спасибо спасибо да а я уже думал надо заказывать такси мы потому что несколько раз всегда ну не всегда вру иногда бывает такое особенно где-то в не в регионах другие страны дубая например там пока ты не выступил тебя встречают прям аж вот так вот так вот так а когда уезжать то ли они не хотят вас отпускать говорят все машина будет там 8 утра ты выходишь а машины нету уже отношение такой полегче к тебе когда ты выступил но это в дубае а у нас все четко сказал через три минуты будет все все классно вы выступили это одно из самых я не знаю самых влад говорит это одно из самых легких выступлений мы прилетели спали отсыпались сидели в интернете приехали на мероприятия только зашли это хорошо я был уже переодет только зашли и нам говорят а можете через пять минут выступить а я уже был переодет влад бегом пули метнулся подключил гарнитуру и и мы выступили выступили быстро ярко как всегда феерично все там вот так стояли с открытыми ртами единственный минус всех мероприятий ребята видеографы фотографы они все камеры на меня на меня направлять меня в интернете можно накопать там сколько хочешь роликов а гостей которые вот так стоят таких гостей вы уже не увидите и вот стояло стоит 150 человек все с открытыми ртами не все многие видеографы брали меня в этот момент надо наверное организаторам сказать чтобы во время моего выступления брали еще одного от фотографа или видеографа чтобы снимал именно не меня а реакцию гостей это самое классное когда жених невеста их родители их друзья гости они все просто вот с такими глазами и такие уже взрослые люди не не просто там 18 15 лет а именно уже такие бывалые все вчера на мероприятии был даже цыган ну я его так просто назвал цыган это не нам это напротив дядя там стоит вот и и был цыган привет ему хороший парень такой вообще веселый но внешность просто похоже на цыгана очень классный чувак и он короче говорит братан якорь тоже все повидал но я такого горит не видел но по лицу видно что такое тертый парень и вот он такой очень впечатлился при этом еще раз огромный сам он кстати армянин а это нация тоже такая ребята их чтобы удивить армян это я не знаю как почему все говорят что листопад почему ты говоришь ты самый крутой фокусник на планете можно даже сказать ну многие это говорят так преувеличивать я говорю пускай любой зарубежный фокусник приедет сюда в россию и попробует удивить наших армян особенно сочинских то что их тоже тяжело удивить и тогда скажу да это действительно мастер высшего уровня если он удивит их особенно когда их там человек 50 и больше это а вы сами знаете армянские свадьбы это 500 человек и ты когда его удивляешь их тогда ты понимаешь что да действительно ты мастер я уже даже это раньше я отникал сыграл да не на что вы да это просто я так вот чуть-чуть умею нет ребята я мастер с большой буквы я лучший трудно быть скромным когда ты лучший влад улыбается наша машина ребята что-то сегодня без блатных номеров у нас автомобиль ну ладно поедем на простом до новых встреч хотел сказать ресторан rio отель rio хорошее место рекомендую такое уютненькое хорошее отношение персонала пойдемте загружаемся серёга уже на месте мы кстати тут были еще не было вот этих колонн вот возле циркушки прям было поле а были здесь буквально два месяца или три назад и смотрите как громе уже облабахали и уже этот аэропортик маленький потерялся интересно его снесут или оставят как запасной или сделают на весь аэропорт vip-зал аэропортик применяют детей аэропортик и куда-то крат Субтитры подогнал «Симон»